Привет, мои дорогие любимые! Сейчас 7.30, я сегодня немножко раньше вышла. Ну так нормально, немножко раньше. Да, такая темень, тучки у нас. Ну просто передавали пасмурно, то есть дождика не будет просто, просто тучки. Такая тишина, тишина. Непривычно, да, накопало ёл вообще тишина. Это, ну, скажем так, к этой улице слово не подходит. Но вот в такое время, да, тишина. Ну, кстати, я вижу, молодёжь идёт, куда-то мы так топаем. Всех детей в школу забирают на специальных автобусиках. Ну, возможно, если недалеко школа, то можно и пойти пешком, при том в таком возрасте зачем уже ездить. Это да. У меня малый, ну, в смысле, у нас-то и не было автобусика, согласитесь. Все пешком ходили. Смотрите, какая красота. Башня светится, и вот на фоне этих тучек она так грозно выступает. Вот памятник Аталосу, не знаю, так воинственно-воинственно, да? Вообще капец. О, уже сняли. Я только сейчас заметила, что вот мечеть, она уже сверху как бы всё сделали, но сейчас идут внутренние работы. Но так вот уже красивенько. Пустота, да? Пустота. Юлечка не летит. Я не могу понять, откуда столько людей. А, это экскурсии опять китайские пошли. Это нормально, я думаю. Так, ладно. Вот СМИ тоже продают. Куда-то машина поехала, не поняла. Тут вообще машины не ездят, ребята. Ну, видимо, по утрам ездят, чтобы пока никто не видит. Вообще необычно центр Анталии видеть вот в такой тишине, в таком спокойствии. И Китай. Ничего ты не сделаешь, ну да. Это любители экскурсий. Ну, молодцы. Я считаю, молодцы. Хотя у них, в их стране столько всего можно посмотреть шикарного. Ну, видимо, людям всё равно интересно что-то другое. Ну, потому что я ходила, у меня челюсть была до коленок. Вот серьёзно. Что в Шанхае, что даже в Нинву есть что посмотреть. Разные мечети. Слышите, что сказала? Мечети, храмы. А в Гонконг я вообще молчу. Там просто с одного вышел, во второй зашёл, и челюсть не закрывается от такой красоты. Ну, видите, им, видимо, нравится больше, конечно, здесь походить. Другое что-то. Просто другое что-то. Куда мы едем? Хлопцы. Куда мы взяли свои мороженые? Бомберма. Да, видимо, все утром вот так ездят. Просто когда Юлечка... Бомберма. Закончится пост, и Юлечка просто будет праздник. Нет, так нельзя выходить с поста. Это я шучу. Но всё равно иногда потихонечку, потихонечку. Или она кушается мороженое, мороженое. И едет трамвайчик уже. Видите? То есть трамвайчик, я думаю, в 7 утра начинает уже ездить. Ну, в 7.30, по крайней мере, точно. Квиточка поехала. А он же выезжает оттуда. Нет, там тоже депо Юля есть. То есть один, видимо, там стоит, второй там. Да. Ну, людям тоже интересно достоять два трамвая. Ну, я вам показывала и одни, и вторые депо. Такая красотища. Горы. Понимаете, тут море, горы. Анталия – это рай. А вот это машинки, усики бесплатные, которые ездят по калечи. Могут вас подвезти. Ну, в большинстве случаев это всё-таки пожилые их людей подвозят. Бабушек, дедушек или инвалидов. Для здоровых людей пешком, пешком. Вот видите, всё сверху уже сделали. Я, кстати, не могу часто здесь снимать, потому что в середине всё происходит. Написано, что потратить, потратить вот столько… Это, наверное, миллион четыреста восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три лиры. Представляете? Три лиры на строительство. Ни больше, ни меньше. И закончат седьмого февраля 2020 года. Вот так, кстати, скоро. Скоро и закончат. Да, они в середине. Мне кажется, они прям новую построили, честно. Так долго два года вот этот ремонт длится. Ну, молодцы. Умнички. Пусть лучше в это вкладывают деньги. Всё-таки люди приходят смотреть. Хотя, честно, никогда не заходила в это. Смотрите, какое небо с розовиночкой. Привет, мои любимые, дорогие. Раз я уж вышла раньше в церковь, решила с вами поболтать по дороге. Сколько? Пару дней назад к нам заходили в церковь два мальчика. Они, оказывается, поют в хоре церковном город Тула. Это церковь первоверховных апостолов Петра и Павла. Как они пели? Я просто в шоке. И, кстати, их храм я посмотрела на сайте. Тоже работает каждый день в восемь и в пять часов. Так же, как и наш. Да. Как вам сказать? Ну, голоса, конечно, бесподобные. Один дирижёр, второй в хоре поёт. Да? Ваня и Владимир. Машина, такси. Ну, как без такси, может быть, никак. И потом, конечно же, девчонки, идёмте, идёмте в церковный домик. Так мы напоили их чаем. Кофе, Юля. Ну, обманю людей. Кофе мы пили. И что-то разговорились, и они нам решили спеть. Мы пойдём с тобой. Я вам сейчас включу. Вы просто… Ну, не знаю. Я сидела, снимала. Если бы не снимала, я бы начала уже плакать на второй ноте. Потому что это было просто бесподобно. Такие голоса. И знаете, когда человек это всё прочувствует, ну, это такая прелесть. Поэтому я решила вам поставить всё-таки. Выйду ночью в поле с конём. Ночкой тёмной тихо пойдём. Мы пойдём с конём по полю двоём. Мы пойдём с конём по полю двоём. Мы пойдём с конём по полю двоём. Ночью в поле звёзд благодать. В поле никого не видать. Только мы с конём по полю идём. Только мы с конём по полю идём. Сяду я верхом на коня. Ты неси по полю меня. По бескрайнему полю моему. По бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарёк. Твой брусничный свет, алый да рассвет, Али есть то место, али его нет. Олюшка моё родники, Дали деревень огоньки, Золотая рожь, Да кудрявый лёд, Я влюблён в себя, Россия влюблён. Золотая рожь, Да кудрявый лёд, Я влюблён в себя, Россия влюблён. Буду добрым год, хлебород, Было всяко-всяко пройдёт. Пой золотая рожь, Пой кудрявый лёд, Пой о том, как я в Россию влюблён. Пой золотая рожь, Пой кудрявый лёд, Мы идём с конём по полю идём. Вдвоём. Спасибо. А ещё очень такое хорошее было событие. Стою, не иду, потому что, ну, там включилась сигнализация. Да, не хочу, чтобы вам ты-ты-ты сейчас выше было. У нас в воскресенье было рукоположение на Чиндякона, нашего Сергия. Ну, сейчас он отец Сергии уже, да. Много было людей, потому что из Салании приехали прихожане. И вы знаете, такая служба была. Епископ прилетел наш из Стамбула. Он вообще в эту неделю просто летал, где только можно. Но он выбрался, прилетел, потому что, ну, а кто будет рукоположение-то делать. Да, и отец Константин с Салании приехал. И ещё были как бы приглашённые гости. Служба была потрясающая. Просто кусочки, конечно же, вам поставлю. Ну, из-за того, что мой телефон так снимай, будет немножечко в темноте. Но вот наш храм реально нам повезло. Нас Бог очень сильно любит. Потому что за такой короткий период, да, ну как, всего церковь восемь лет уже. И всегда был батюшка Михаил. Он очень хороший, нас я вам рассказывала. Но вот в последнее время и у нас и батюшка Лямбрас, и рукоположение на епископство было. И вот батюшка Владимир тоже была такая сильная молитва, которая посвящала её молитвеннике. Его, не её. По-моему, правильно. Но я могу ошибиться. Но, честно, вот такие события происходят. И мы свидетели этих событий. Это настолько потрясающе, настолько классно. Ну, если будете в Анталии, ну, найдите пять минут. Конечно, если не хотите, не заходите. Это такое. Кто хочет, он, в принципе… Вот эти мальчики говорят. Мы сидим и говорим, ну, можешь где-то есть православный храм. Потому что, ну, мусульманская страна, они как бы не ожидали, что может быть храм, но решили набрать в интернет. И что вы думаете, выходит моё видео? Да. Я где рассказываю, что есть, и показываю, где. Всё. И они созвонились уже, потому что по сайту уже поняли, где сайт. Созвонились с владыкой, он сказал там, что… И вот это они приехали. Да. Очень классно всё было. Да. Вот так. Так что я рада, что мои видео помогают людям найти православный храм в Анталии. Очень рада. Вы даже не представляете как. Мне настолько приятно, что я могу хоть какую-то малюсенькую-малюсенькую лепту вложить в развитие нашего храма, в то, что люди приходят к Богу. Мне это очень приятно. Очень. Я сейчас бегу, я вас целую, люблю, обнимаю и желаю хорошего, хорошего. Силы святого духа в очень приятно и holy. Аминь. Святый Бессмертный помилуй нас. Святый Боже, святые лепки, святый Бессмертный помилуй нас. По духу мой сын Сергей Палатников из Беларуси попросил получить великое достоинство священства, находясь и предстоя перед священным образом Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и глубины и глубины сердца его исследовал, и от других достоверных мужей о свойствах его жительства изведал, и никаких, не найдя в нем по закону препятствий, свидетельствую его являющегося достойным священства в совершенном возрасте, как священные каноны повелевают. Поэтому выдан сей документ, подтвержденный моею подписью для показаний и свидетельства всего вышесказанного, как достоверного свидетельства. Духовный Отец Лев Ф. Ремидис Протопризвита 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 Духовский Отец Лев Ф. Ремидис Протопризвит Духовный Отец Лев Ф. Ремидис Протопризвита Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!